Блин, ну что ж! За коньячком! За коньячком! Хлебушек пожарили, смотри, пожарили уголёчек. А, это тебе? Да. За здоровье! Сегодня некое второе число. Мы ещё до серьёзного карантина собрались. Второе число, как второе? Ну, уже второе. Сегодня было первое, уже второе. Мы до серьёзного карантина. И последнее девятое. Какое первое, второе? Завтра у католика святная пятница. Святная пятница. Святная пятница? Пятница страстная. Ты уже в Украине света очнись, тут католиков нема. Православные. За здоровье нам всего! А что, шашлык уже готов? Лекарство? Да. Угу. 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 А уже готов шашлык? Ну, покажите мне. Быстрый ты. Ой, який запах хороший. А на досетку сразу меню на курицу. Да подожди. Ой, что-то он подгорел. Ну, а там передняя, больше жара, видишь. А что вы, Катя, убежаете далекий кусок хлеба с корочкой? А то, Катя, нужно убить. Сухари будут. Забыли. Может, Саня, опустим курицу? Я же говорю, опустите еще курицу. Не, не верите. Может, наше поддумал. Надо слушаться. Давай, подниму мелко. Не. Да, Коля. Катя сказала, что бабушки на день рождения испечет торт. Да. Какой? Не знаю еще. Подумаем. А пасочки какие вкусные? Катя будет делать? Да. О. А зачем мы тогда пасху будем пекти? Такого не может быть на Украине первый год и пасху не испечь. Да что, я все равно принесу. А какой у тебя рецепт? Дай рецепт пасхи, мы попробуем. А в середине яйцов. У тебя обычный, с яйцами, с изюмом или без? А когда пасха? Следующий выходной. Ти яйца красишь, Саша? Я свои, да. Как следующий выходной? А, да. Следующий выходной точно пасху. Следующий выходной пасха. Уже ж надо и... Я же там красишь и не могу. Нет, я же не доверяю. Яйца красишь. Я привезу пасху, зачем? Нет, ну хотелось бы. Семья великая, а тебе надо штук десять. Я хочу пить в Италии. Сколько? Маме. Я с удовольствием попробую вам. Я на продажу еще буду пить. Да? Штук сорок надо спать. Я тоже буду пить сегодня. Обычно у меня штук сто 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 сто. Да? Такие маленькие. Да, такой вкус. Ну, такие года, что были сто 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 сто. Вот такие? Да нам надо пасху такую на два килограмма. Это очень хорошо у сестры, вот муж Гена, у нее мать, она болгарка. Болгарка, да. Вот такие пасхи. А что это не пасхи? Вот такие. Ты знаешь, вот так вот их сжимаешь, и они через неделю вот так разжимают. То есть через неделю берешь пасху, так сожмешь, она просто рвется. Но я вкуснее не пробовал. То, что продается в магазинах, оно взбитое какое-то, вроде и вкусное и сладкое. Вот таких пасхок никогда не ел. Она вымешивала раза то ли четыре, ночью, всю ночь месила, она подходит, она опять. Это очень долго пасхи, долго и нужно делать. Это просто. Это фантастика. У меня мама моя пекла. И еще надо к духовке хорошо приловчиться, чтобы все было в порядке. У меня мама еще пекла эти русские пироги с капустой, с мясом и с повидлом. В таких, знаешь, в таких как чугунных, они вот такие как формы были. И у нас была такая своя русская пинча, мама там пекла. А нам хватит угля на курицу? Нет, конечно. Еще осталось. Подбросим. Нет, подбросим. Пожарить уже не хватит. Да. И еще коньяк принесу, да? Уже нема. Угу. Мы тут достали стаканы на воду. Да, я воду купила. Ведя. Ведя. Как? Забирай. Улыбаешься. Я тут поставлю Ольга лати. Так надо стаканчики на воду. Катя, надо стаканчики на воду. В воду. Ты же сказала, я стаканчики на воду достану. Ну ты тусуешь-то. Давай яйца. Ты женщина, а что ты ходишь? Руки в руки. Давай. Что это за хлеба? Сколько? Мне на один зуб. Катя, хлеб надо еще по 30 стаканчиков. Кстати, вот это сало мы покупали у Кати на Победе. Очень хорошее, да. Только Катя сказала, что грубо я нарезал. Ну я, по словам, я не люблю. Но оно не соленое было. Его может... Мочил ты, а ты все равно еще не кусал. Так а что ты в общую тарелку мочил? Ну то есть все равно я не кусал. О, тут исполнится уже. А то я смотрел бои без правил. Класс. Природа, погода, Эмма развиться как дитя. Ну что, вы завтра приезжайте папе помогать? Да, я приеду. Ты тоже сажаешь? Я если заберете... Заберем. За рулем не хочу, потому что это не отдохнуло. Потому что надо сделать, да, кольцо. Там тяжело там взбивать до хрена. А перфика нема? Перфиратор есть? Это какая-то дрель, или что он говорит, что ты упал? Есть перфиратор, надо. Да, там не упал. Там взбить вот это, щасать надо. Все равно дома сидите скучно. Так в несвежем воздухе тут закрыто. Коронавируса нема никакого. Ага. Ну я вас приведу, привезу. Я вас привезу и выеду. Вы едете? Да. На рыбалку поеду. На какую рыбалку? На рыбалку. На рыбалку. На рыбалку. До края была. Давай контъемаемся от того, боленки может сидеть в утро, или может в другой ясной. Ну извините, мы сколько сидели ни одной рыбы не поймали? Может сидели в утро. А кольцо начался когда мы пришли, а когда шли, завatchedκε, начинает после ден. А-а-а. А те люди, которые пришли на другую сторону. Только прошло 5 минут и уже две рыбы поймали. Мама же их покупала. Хай, Вилька хочет, садись. Без Вильки не может, это сын, другий сын, два сына. Садись, садись. Та уже спит. А Барс здесь на улице, кстати. Не, я уже его запустил. А он никуда не гинется. Сегодня они вдвоем гнали его, Боже, а Саня видит. С этой стороны Барс такой бежит. И Вилька, и Долька за него. Вот так домой бегут. Чего он не даст им по морде один раз? Чей-то Дольке дав бы раз Барс. Долька боится. Долька не лезет. Да и Вилька тоже. Она провоцирует его. Просто Долька лезет. А Барс начинает, а он просто защищает. Садись, садись. Это Долька провоцирует. Как бы раз дав бы Барс хорошо той Дольке, чтобы засковчал. Не гуляют вместе. Я в тот раз приезжал. Они все втроем на улице были. Ничего, в принципе такого нет. Шашлык готовый. Мы завтра приедем, Андрей, помогать тебе с этим. А во сколько? Ну во сколько? А что в 11? Не поздно? Чи поздно уже? Так а что тебе утром надо? Так они ж до вечера будут сидеть и Саша посидеть до вечера. Вечером что-то пожарите сделает. То надо сбить. Я не буду то набрасывать. Не, набрасывать не надо. Набрасывать оно даст прям аж под окно. В принципе оно не страшно. Ну там набрасывать дошли. Нет, я не понял. Под окно то ерунда. А там где труба то выйдет. И труба будет вот так. Я тебе даже знаешь что скажу. Вот Саша сейчас все равно сидит дома. Вот. Мы можем заказать в эпицентре вот эти пенопласт. Что цоколь делать. И может и сделать цоколь. Я приеду тоже помогу. А потом папа же хочет поштукатурить дом. Цоколю быть пенопластом. Пенопластом покрасить. Я не смогу взяться за такое. А раствор мешать такое смогу. Поможем чему он может. Я хочу сказать что Вилька съел сразу весь шашлык. Так дрелька есть только. Мешаешь даешь и все. А доли. Он съел весь шашлык. Бабушка не захотела с нами сидеть. Сказала что ей холодно. Ну а ты бабушке положил? Да она. Она смотрит сериал. А что она едет она? Сериал давит. Она говорит что не хочет на улице холодно. Я ей на тарелку положила. Да надо же бациллы. Мы же не... Это же карантин. Садись в своем муке. Да. Это кстати из наших помидоров. Из огородных помидоров. Прошлогодних. Это Вилька заняла родную школу. Ну для чего ты так его... А что вы его в дом? Занесите его в дом в будочку. Чтобы он на улице... Он не хочет с компанией. Так и сидеть Вилька. Вилька хочет сидеть. Так передать тебе. Он ее сидит. Доля в хире. В доле пофигу. А Вилька не будет спать. Пока мы не лежим спать. А вы курочку мы его ставили? Саша, кстати уже не... Ложись, мама. Ложись. Папа сейчас придет. Кой смотри. Там Огольта. Ложись. Папа сейчас придет. Ложись. Салатик. Папа сейчас придет. Папа сейчас придет. Вот хорошо, конечно. Дом вообще шикарный. Мы сегодня были в таком месте классном. На рыбалке. Блин. Там. Здесь только мужик говорит. Ну змеи. Нет. Ну что это староста. За этот... Наших людей. 23 года пришел. Правильно говоришь. Пришел. Нет. Ну это я не понимаю. Раньше сюда полили. Ну сейчас же законы. Понимаешь. Ноги. Камыши заросли. Змеи. Муравьи. Катя, мне можно вот этот. Он сухой. Без жира. Все, хватит. Мне одного кусочка больше. Катя, мне сам я ж грудку жду. Так это тоже мясо. Все, все, все. Не, не, не. Мне нельзя на диете. Ложите мясо. Я думала, что во время были в опере. Ой, в опере шикарно ты шел. А я даже не была. Не езжала. А ты тогда не пошла, да? Ну что, устала. Сейчас работа. А ты тоже. Еще и Украинка была на Касеринске. Пусть я в Саджеруме заплатно. Поэтому у нас вот эти вся терминологи, да? Венеция только проездом была. У ТЭЛа жили. Больше всего Венеция для меня. Ну ничего, я тут увидела Каламбрию. А ты была на Сардинии? Нет. Не была, да? Тоже очень хотела на Сардинию. Мы тоже хотели на Сардинию. Мы уже приехали. На Евене будет Сардиния. Мы на бассейн отдавной. Укур просеян. Будем метр от друга с другом. Плавать. В спирте. В очках. В хлор. Да, мы собирались поехать. Господи дай Бог дожить, чтобы все люди, чтобы как можно меньше людей. Теперь хоть бы в Кириллку съездить. Но я все равно всем хочу сказать, что Италия и Балла Димоновна. А там хорошее море? Очень красиво. Да, хоть какое-то. Италия потрясающая. Нет, не очень хорошее. Ну... Если бы ты поехал... Я не был, но я видел видео сколько-то. Вот сейчас меня уже с того времени там нету. И я смотрю видео. Я смотрю видео. Я моря что-то не сильно. Мне уже то море. Ну настолько оно красиво. Так, Света, в Венецию заплыли... Для тебя в этом году Кириллов как. В Венецию, Оля, заплыли в Венецию. Когда? Вонючие каналы. Когда? Венецианские. Заплыли дельфины. Вода чистейшая. Плавают. Вот так вот скидаются дельфины. Табуд не можем вот это там так воняет. Видео в Ютубе масса. Да, посмотри. Да, это правда. Мыли дельфины в Венецию. А когда? В каналы. Антельеры не плавают. Ничего нема. Туристов дебильных нема. Да, нема. Дельфины. Ничего себе. Лебеди плавают по каналам вот этим. Вот что. С одной стороны это хорошо, что немножко... А как воздух вот очистится. Все-таки надо человечеству думать о том, что надо минимальный урон наносить природе и как-то искать другие пути набивание карманов, чем вот эти тяжелые промышленности и все вот это самое. И говно, что они сливают. Да, я тоже слышала, что там... Дельфины плавают. Представляешь, каналы посреди Венеции. И вода стала прозрачная, не вонючая. Ну, когда мы были, была вонючая такая грязная вода. Мы с Лешей были на пароме в Батуми. Боже, сколько дельфинов. Самвел, ты пей, не грей. Давай тогда. Хорошо. Нет, этот уголь плохо, потому что сейчас один такой песок. Мелкий-мелкий. Ну, лучше было дрова кинуть. Ага. А дров нет такого жара. Ну, баба дров не соберет. Ты так понял, Катя, твоих сердечек не будет и моей курице тоже. Будет. Сейчас пойдем по соседям дрова собирать. А что делать? Ну, я когда тут сижу, я всегда вспоминаю, когда потерялся Марс. Ой. Ну. А он там сидел за угломом. Мы его шукали на улице, он там за доской был. Ты не представься, я живет в Марсе. Марс приказанно. Я вспоминаю, когда тогда он потерялся. Первый раз, когда он вышел. Боже мой. Папа ж лавочки сделал с ним. Аааа. Катя предлагает лавочку одну разобрать на дрова. Он уже спит себе, когда ты ходишь на кровати, на диванах. Он делает что угодно. Смотри, что-то загорелось. Хорошо выиграет у него шерсть хорошая. Он даже меня, насколько он будет злой, я его буду доводить в жир. Он ей дает. Барс? Да. Нет, он привыкает. Он молчит вот так. Он уже дает. Он, наверное, на запах, он уже дает и мне дает себя погладить. Он прям в целый раз так вот мяу, чтобы погладить меня. Он уже намного лучше относится к тому. Да, вот он стал какого-то добрее. Но он настрадался. То, что пережил Барс, как мы его только принесли. Шесть дней или пять, он сидел за диваном, не вылазил абсолютно. Да, девочка, если смотрит в Польше. Да. Ничего. Он не переживает. Барс хорошо. Но она просто сломала, на определенный момент, по-моему, ногу или руку. Саша, можно доски бросить? Не, не, не. Пять минуты можно нанести. У сестры ребенок маленький, он за хвост тягает. Барс лапой, родители бьют этого кота. Она говорит, заберите, помогите на месяц, я заберу. А потом месяц, два, три, она молчит, я говорю, ты будешь кота отобрать? Я говорю, конечно, я к нему привыкла. Я понял. Нет, это кот с характером просто потрясающе. У нас кот, это просто, вот у нас кот, у меня ребенок тоже может его и за хвост. Да она не по нему уходит. Он его не бьет, ну это какая-то игра. Ну, кот у нас необозленный вообще, и он к нему подходит, мурчит. Это такая порода. Никогда не били. Вообще не, и мы никогда его не бьем. Вообще ни за что. Можно кричать, или я могу там. Кота полетит в него. Ну, это макс. Кота бить за что? Не, ну мы его никогда не обижали, и вот он кепит. У него потом еще я просто поднялся за тапком. Я сегодня сплю, Томас с утра. Пошел туда на вот эту девушку, шкафы у меня в коридоре вот эти два, и это же типа сидушка. А там вот эта Марина выслала тапки. И там они в тапке в упаковке. И он вот это начинает шелестеть. Я говорю, Томас, соберу подушку. Томас, раз, спрыгнул и все. Не стоит. Мерзавец страшный. Мерзавец страшный. Не проалюцирую. Ну, он терпит все, что делает ему Артур. Вот он, но он потом к нему приходит. Ложится, спать ложится. Вот ты говоришь, Артур, у нас у Коли, когда с Кавказа привезла саму кота, ангорскую белую. У нас такой был котик. Он тоже самое с Колей. Колей был маленьким. Он в коляске ездил. Он в коляске с ним ездил. Колей вот так дербанил. Она терпела все, что он что с ней делал. Что такое? Самодавится? Саша бахни сам вело по хребту. Я не подавился, не ем. Вода попить. А где вы перец? Мяси нашли? Нет. А где вы перец нашли? Нет. Воджейк? Да. Я только салат кушу. Он с Колей ездил везде. В коляске везде. Он терпел от него такие тортуры, что караул. Ну вот. Вот у нас тоже. А когда мы уехали на море, мы его оставили дома. Он бардак везде наделал. У Коли в кровати он балдел. У него в кровати такая чистота была идеальная. У него в кровати такая чистота была идеальная. Ну вот на всех остальных он обиделся, а Колю... Да. А Колю любил, да. У вас тоже, да. У вас тоже, да. Да, да. У нас все животные любят. Барс понимает вообще тоже. Разрешает ему делать все что угодно с ним. И мурчит же. И он прям... Да. У вас тоже барс? Да. У вас тоже барсик? Да. А Томас так любит Колю. Это вообще... Который приходит бежит на руки. Ты что, лежит там. Я говорю, Боже, это вообще... Да, я помню. Самое лучшее поначалу. Еще где-то год назад были эти видео. Я говорю, что это за бред. Да. Салат ревновал. Так вы без видео не знаете, что он делает, Томас. Он и картины сбрасывает. Я видел. И все что хочешь. И разбивает, и бьет. Я видел, как ты с ним играешься. И он именно реагирует. Так вот знаешь, что делаешь? Вот ты спишь ночью, да? Я когда оставался, ты спишь ночью. Їсти не даешь? Він иде, бере. Или картину с собой специально. Изде, дивится, чтобы ты встав. Не встаешь? Пошел, взял кусок салафанки, розедре. Не все, пише рулон туалетной бумаги витянет и будет катать. До того момента, пока ты не встанешь и не дашь ести ему. Дашь ести, ты ему пойдешь спать. Хитрый який. Хитрый, да? Маме, будет мама. Походит к ней к лицу, мявкает. И еще лапает, чтобы она вставала. Ну, как в барсе, то же самое. В холодильнике я прикололся, чтобы не лапает. А Томас? Нет. Томас вылезет. Каждый вечер тумбочка открывает лапой. Ну, Вильку ты любишь? Вильку люблю. Вильку единственного. Хотя в Италии мне он так. Как Вильку? А Доли? Нет. Доли бешеный. А я вам так скажу. Я его, знаешь, даже не люблю. А зауважал. Когда Андрей уехал, вы уехали в Западную Украину. Как он скучал. Боже, на него смотришь. Какая полная глаза грусти. Он не ел два дня. Он просто чуть не плакал. Я подумал. Боже, неужели так животное может за человеком вот так страдать? Это просто. Мне это поразило. Он даже через это. Когда вот приезжаете, да? Машина едет. Он уже бежит. Я говорю, Андрей. Долька, поскольку она еще молодая. Он идет по заборам. Долька просто молодая. Она еще бестолковая. Вот Вилька такой. Так а вы знаете Дольку кто? Когда мы покупали собаку. Были две собаки. Две фотографии. Выбирав Дольку Коля. Скажите, Фен и я. Я выбирала Коля. Коля сказал, папа хочет собаку. Я говорю, хорошо. Мы с Юлей, купим, ты выбери. Я не об этом. Я об этом, чтобы было две собаки. Две сучки было. И я Юле показываю. Говорю, Юль, давай выберем какую собаку. Была одна спокойненькая. Юля говорит, нет, это такая вяло. Наверное, сдохнет. Возьмем эту. И вот эта, что была Долли. Вот это Юля выбрала такую собаку. Иперактивную. Да. Юля не выживет. Да она во дворе лает хорошо. Потому что сучки всегда так. Да, она всегда будет. Яна, я тебе хочу сказать, что она видна на выживание там была. Потому что она обычно, она со рта у Вильки. Вот он не успел только взять. Да пока молодой. Это не было, когда мы кинолога пригласили. Нет. Так бывает, когда очень много щенков, кому-то все не достается. Я ужасно. Я был злой, страшно на Вильку. Потому что он долбал барса. Кидался просто. Мы вызвали этого кинолога. Кинолог приходит. Девочка. Нормальная. Там ее обосрали с ног дал. Нормальная девочка. Она еще не была. Она пришла. Но Андрей, поскольку любит Вильку. Он Вильку держит на руках. Она говорит, пустите. И он надо. Он говорит, нет, нет. Андрей забирает. Он говорит, нет, пустите. Надо конфликт. Надо, чтобы он понял, что нельзя трогать кота. То есть он должен подойти к коту. Я должен отдать ему по жопе. И он должен понять, что этого делать нельзя. А Андрей писал, он любит собаку. Это тяжело психологически. Я смотрю, а я ж злые на Вильку. Понимаешь? Я говорю так, отправляй их на улицу. Они под окнами. Коля, уводи отца. Уводи. Потому что он кидался просто. Он же охотничный пес. Он может загрызть кота. Понимаешь? Хотя Барс бы мог дать по морде. Но Барс, по-моему, первый раз пришел в чужую территорию. Не его территория. Коля недавно он же на него напрыгнул. Вилька сверху. Не его территория. Понимаешь? Не его дом. Я говорю, уводи отца. И все. И она увела. Мы по жопе раз. Я два. А я с таким злорадством. Не по почкам. По жопе. Напишите. Он за 20 минут понял. Но она молодец. Она научила. На следующий день. Там обострали ее. Начали писать ее. Я удалил то видео. Я снимал там. Начали писать, где она работает. Ну, в общем. Я тебе хочу сказать одно. Ну, зачем? Я тебе хочу сказать, что недавно было такое, что Барс пришел к нам в спальню. И Вилька не захотел, чтобы он на кровати уже. Все. Эта вот территория. Он даже с дольками не соблюдается. То Барс не ожидал. Вилька вылетел на него сверху. Сел. Как прыгнул. А Барс? Барс не понял, что это такое вообще. Собака сверху на нем сидит. Все. Мне кажется, Вилька уже не провоцирует. Спокойно. Я заметил. Потому что доля его, знаешь, как замахает? Вона вылезает на него за ухо, за горло, за ногу. Она его так выматывает, за него валяет по земле. А он ничего не делает. Потяк. Я себе представляю, что будет на следующий год, когда щенки будет. Будет шесть щенков. Надо строить что-то. Он моментально понимает. Мы уже решили одного тебе подарить. Да? Девочку тебе подарили. Это вам будет шаг для того, чтобы купить свой дом. Нет. Да? Нет. Даже не думайте об этом. Что подходишь к коту?